приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим внимание народным приметам на 24 февраля поговорим о том что можно делать в этот день а также чего категорически нельзя делать по народным приметам далее друзья все более подробно поэтому обязательно просмотрите это ведет начало до конца итак друзья сегодня 24 февраля православная церковь чтит память христианского святого власия севастийского почитаемого в лике священно-мучеников проживал он в третьем веке в городе севастии с юности отличался благочестием врачевал людей также этот день народе и называют коровий праздник власи по просьбе местных жителей был поставлен епископом во время великого гонения организованного императором диоклетианом святой утешал христиан и посещал в темницах мучеников однажды местный правитель агрикола потребовал собрать диких животных для истязания христиан ловчие занимающиеся поимкой живности заметили скопление разных зверей возле одной пещеры слуги агрикола подошли ближе и увидели что животные ждут благословения от власия который исцелял их от разных болезней слуги вернулись к правителю и сообщили об увиденном тогда тот приказал привести власия к нему святой с радостью вышел и направился к все власти по дороге он молился богу и совершал чудеса он спас мальчика подавившегося рыбной костью вернул женщине поросенка которого унесли в лес волки все власти власти власий подвергся жестоким пыткам местный правитель всячески пытался сломать его веру обратив язычество но святой был верен иисусу христу около 316 года власий принял мученическую смерть в народе этот день прозвали как власий в день или еще как коровий праздник существовала древняя языческая традиция которая осталась и после прихода христианства на руси праздновали день бога велеса покровителя животных в том числе и домашней скотины наши предки в этот день кормили скотину и домашних животных только самым лучшим кормом на коровий праздник было принято закалывать свинью или бычка и устраивать застолье на столе обязательно должны были присутствовать мясные блюда после власи во дня сильные зимние холода отступали в народе считали что около этого дня бывает семь морозов три дня до власия один на самом власе и 3 и 3 уже после власевские морозы считались самыми сильными но они пройдут и зима завершится освобождая место долгожданной весне часто в последние зимние дни наблюдалась сильная метель наши предки почитали святого властья как покровителя рогатого скота самого мученика прозвали в народе коровьим богом и власти в день коровьим праздником иконы с изображением власия устанавливали в клевах и коровника для благополучия скотины а еще 24 февраля он проходили тещины вечерки напоминаем что в этом году с 20 по 26 февраля друзья у нас с вами масленица и в пятницу 24 февраля масленица которая называется тещины вечерки это будет пятый день масленицы и в этот день тещи отправлялись в гости к зятьям блинами в этот день занимались их жены а зятья а зятья обхаживали своих тещ стараясь им во всем угодить тещины вечерки это их праздник конечно же в тещине вечерки один из главных запретов касался алкоголя наши предки знали если алкоголь и можно употреблять в празднике то в разумных количествах а если на него наложено табу лучше не гневить судьбу чтобы уберечь скот 24 февраля старались не работать в народе верили что на власть а домовой лошадей заезжает чтобы обезопасить лошадь от мучения домашнего духа к ней привязывали кнут о ночи и рукавицы домашним животным в этот день давали лучшие корма ухаживали за ними убирали в хлеба церковь приносили специально испеченные коровая ржаного хлеба которые освещали крещенской водой вернувшись домой хозяйки кормили таких хлебом всех домашних животных еще крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого в связи с этой традицией появилась даже интересная поговорка у власия даже борода в масле а вот в орловской губернии пекли пышки с кашей на молоке которые получили название трубницы их отдавали коровам чтобы те не болели давали хорошие удо и приносили приплод с власть его дня начинались торги скотом праздник отмечали очень широко массово гуляли три дня и больше приобретали водку варили пиво приглашали в гости родственников не праздная этой даты хозяин мог навлечь на свою скотину различные беды но а чтобы овцы лучше ягнились на власть овчарки овчары звезды кликали с этой целью ночью выходили на улице и глядя на звезды произносили определенные слова считалось что в этот период бушует нечистая сила поэтому для сохранения скота от болезней порчи сглаза совершали обряд опахивания деревни помимо ритуалов для благополучия скота проводили обряды и земледельческого характера 25 февраля на утренний мороз выставляли пряжу и зерно которое было предназначено для посева верили что пряжа станет белее а зерно тронутое морозом даст хороший урожай что же можно делать в этот день на руси этот день называли не только по имени святого но и коровьим праздником последнее название было связано с языческими традициями наших предков на день поминовения святого власия приходился и день народного календаря у славян поэтому разные религиозные традиции здесь просто смешались считалось что в этот день нужно угостить чем-то вкусным домашних животных и скот если хозяин не отдавал им должного почтения то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве сегодня скотине готовили специальные пироги которыми кормили вдоволь а также давали пить крещенскую воду халили и леле или домашний скот 24 февраля также было принято посещать базары и веселиться наши предки считали что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту сегодня ему нужно зарезать было свинью приготовить из нее жаркое которое должны были попробовать и родные и друзья и соседи тогда до пасхи будет жить семья не тужить и ни в чем не нуждаться главное чего нельзя было делать 24 февраля в коровье праздник это игнорировать этот день ведь если хозяин не станет отмечать эту праздничную дату то согласно народным приметам может навлечь на свой скот падеж а также другие неприятности праздновать нужно было три дня а то и больше чтобы было радостно и сытно запрещается в этот день держать скотину впроголодь кто станет экономить на еде животных потеряет ее навсегда захиреет скотинка нельзя в коровий праздник оставлять открытыми печные трубы иначе может нечисть залететь поэтому хозяева затворяли их вьюшками обкуренными чертополохом или вовсе замазывали глиной в этот день запрещалось резать корову по народной примете семья обнищает не рекомендовалось старину коровий праздник проводить в абсолютно трезвом состоянии на чебуренушки не будут доиться и перестанут быть ласковыми к тому же если молодая жена выпить немного венца и стукнет легонько мужа прялкой то он ей всегда будет верен нельзя было 24 февраля пряжу и прялку прялки оставлять в доме нитки начнут путаться а прялки очень скоро поломаются и сегодня надо выставить на целый день на мороз чтобы были крепкими не разрешается в коровый праздник теленка показывать деткам не считалось что не доживет до следующего года а вот человек рожденный 24 февраля обладает решительностью и упорством он всегда движется вперед и никакие преграды на пути его не пугают в качестве талисмана ему нужно обязательно носить гематит обращаем ваше внимание что сны могут сбыться в течение 12 дней если этого не произошло не произошло то не стоит в дальнейшем ожидать его исполнения а вот сновидения которые приснились днем 24 февраля являются пустыми также в этот день наши предки проводили обряд на защиту дома от темных сил чтобы нечисть не смогла проникнуть в дом закрывали печные трубы блинами или же мазали глины потом окуривали чертополохами проговаривали такие слова нечисть ты чертополох нюхни да из дома беги аминь далее накладывали крестное знамение на все углы избы считалось что после такого никакая летающая темная сила не сможет навести беду а растением этого дня 24 февраля считается зверобой и также зверобой еще именуют как травой святого иоанна или ивановской травой поскольку время цветения приходится прямо на ивана в день и полезные свойства зверобоя известно не только нам русским людям но и жителям древней греции и рима зверобой помогает избавиться от многих физических болезней при приеме внутренне помогает желудочно-кишечному тракту при раздраженном желудке и кишечнике наружное применение подавляет воспаление способствует заживлению ран стимулирует кровообращение и борется с бактериями так что есть возможность купить и зверобой и используйте обязательно его в своей жизни друзья вот такие вот у нас с вами народные приметы на 24 февраля мы надеемся что наши советы наши комбинации вам помогают жизни сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео не переключайтесь